Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. В сегодняшнем видео я вам расскажу про свой новый аромат, который я приобрела после использования пробника. Это означает, что парфюмерная композиция мне понравилась, хотя это совершенно нетипичный для меня аромат, но тем не менее это первый парфюм чистоты. Аромат на тему чисто выстиранного белья в полноразмерном флаконе в моей коллекции. Итак, если вам интересен рассказ про парфюмерию, то оставайтесь со мной, поддержите это видео лайком и подпишитесь, если вы вдруг по какой-то причине еще этого не сделали. А мы с вами начинаем, поехали! Итак, вот она моя новиночка, аромат на тему чисто выстиранного белья. Что же это такое? Ну, я думаю, многие из вас знакомы с этой парфюмерной композицией. Это бренд нишевый Zarka Parfum и аромат называется Ademius. Этот парфюм сейчас находится на пике популярности, потому что тема чистых парфюмов как нельзя актуальна, особенно для офисных работников и там, где присутствует очень строгий дресс-код. Итак, вот такая вот коробочка, нехитрая коробочка, где можно приобрести этот аромат. Этот парфюм можно приобрести на разнообразных интернет-ресурсах, ну, например, в интернет-магазине Rendezvous. Но я не утерпела, мне просто очень захотелось, что говорится, приспичило. И я по случаю, чтобы порадовать себя, побежала в Литуаль. В Литуале, в разделе сцен библиотек, эти ароматы представлены, мне кажется, практически в каждом городе. Даже в нашем небольшом городе, я посмотрела, в трех магазинах этот аромат находится в доступности и в наличии. Но цена там, естественно, будет выше, чем в интернет-магазинах, но это полностью компенсируется удовольствием и, так сказать, эйфорией от покупки, общения с консультантами, собственно-то, в розничных магазинах. Поэтому, если вы являетесь такой же нетерпеливой в некоторых случаях, как я, вы можете просто пойти в Литуаль, потестировать всю линейку ароматов Zarko Parfum и выбрать себе что-то интересненькое. Кстати, мне очень нравится концепция бренда Zarko Parfum, и это уже будет третий аромат из коллекции Zarko Parfum в моем парфюмерном шкафчике. Так что, как-то так, в общем, в интернет-магазинах этот аромат обойдется вам в два раза дешевле, чем в Литуаль. Ну, например, я очень доверяю интернет-магазину Rendezvous, у меня действует свой собственный промо-код, и если вам тоже хочется приобрести что-то такое интересное парфюмерное, то я от души советую вам интернет-магазин Rendezvous. Ну, а если вы также любите покупать тоже так же, да, как и я в розничных магазинах, если вам интересно общение с консультантами, то тогда, милости прошу, в Литуаль. В Литуале, по-моему, эксклюзивно представлена эта марка, но это не точно. К тому же, в Литуале консультанты иногда еще довольно-таки щедры нам подарочки, но это не всегда, даже мне не всегда дают пробники, даже когда я их прошу, потому что говорят, что их иногда просто нет. Ну, почему бы не доверять? Нет, так нет, потому что, когда пробники есть, то любезные консультанты их всегда выдают. И я обычно их даже прошу, напоминаю, дайте мне пробничек, и мне говорят, либо пробничков нет, либо сейчас, конечно же, мы вам пробничек приложим. В этот раз мне подарили пробничек классического аромата от Giorgio Armani, то есть C. Он мне очень нравится, такой сладкий, черно-смородиновый, но я думаю, вы все с ним знакомы. И второй пробничек – это Libre. Классический аромат, да, классический. Нет, даже не классический. Libre Eau de Parfum Intense. Я думала, что классический, потому что Libre в концентрации Intense у меня есть в полноразмерном флакончике. Он мне, кстати, нравится больше флагмана и всех ланкеров, поэтому я его и сохранила в своей коллекции. Но вот почему-то мне опять захотелось классического аромата Libre, и, возможно, ближе к лету, может быть, в середине весны, я его все-таки себе и приобрету по какой-нибудь скидке. Ну, пока, значит, Libre Intense отправится вот этот пробничек, поскольку аромат есть в моей коллекции в полноразмерном флаконе, этот пробничек отправится вам в подарок к покупке, когда вы будете у меня заказывать, собственно-то, от Libre. Кто-то обнаружит этот замечательный фирменный сэмпл. А теперь давайте перейдем, собственно, к аромату The Muse от бренда Zarka Parfum. Вот такая вот коробочка, вот такая вот туба. Давайте откроем и посмотрим, что же там внутри. Свой пробник я использовала от начала до конца, и мне, знаете, просто полюбился этот аромат, что не характерно, собственно, для меня, потому что я больше люблю сладкие гурманские парфюмерные композиции. Вот там такой вот стандартный флакончик для бренда Zarka Parfum. Давайте поставим вот сюда или вот сюда, да, чтобы было наглядно. И вот здесь вот давайте обратим внимание, как оформил флакончик. В общем, ничего такого удивительного. Все, как всегда, формы флакончика флаконичные. У Zarka Parfum всегда такие вот, такая вот крышечка, вот такой вот золотой пульверизатор. И прозрачная жидкость во флаконе. Итак, у этого аромата довольно-таки интересная история, потому что создатель дома Zarka Parfum, собственно-то, этот аромат посвятил своей любимой супруге. Из этого мы можем с вами сделать вывод, как иногда наглядные вкусы некоторых мужчин. Кстати, вкусы, получается, тогда, да, основателя бренда Zarka Parfum не совпадают со вкусами моего супруга, который любит, когда от меня пахнет сладенько и вкусненько. Прямо чтобы вкусненько, привкусненько, сладенько чем-то пахло. Чем-то таким вот гурманским и притягательным. Но есть такая категория мужчин, которые предпочитают вообще не ощущать от женщин никакие ароматы. И если вдруг это будет аромат чистоты и свежести, а, собственно, это аромата на тему чисто выстиранного белья, то это тогда для них будет полный респект и уважение. Ну, в общем-то, моего супруга этот аромат абсолютно ничем не поразил. Он сказал, что пахнет стиральным порошком. Ну, он, собственно-то, и прав, потому что этот аромат на тему выстиранного с хорошим дорогим порошком и кондиционером, и высушенного на морозе белья, да, вот, футболок, нижнего белья, курточек, джинсиков, юбочек, котюмчиков, в общем, всего чего угодно. И из этого можно сделать вывод, что действительно это парфюмерная композиция в связи с своим вот таким вот чистым, постирочным, да, вот таким вот звучанием отлично подойдет для работников офиса, в том числе там, где очень строгий дресс-код. Это, например, в банк, либо в медицинские учреждения, потому что никто даже не будет думать, что от вас пахнет духами. Будут думать, что от вас пахнет свежим, выстиранным новым бельем. Так что мужской идеал, как должна пахнуть муза, его сердце у всех разное, но тем не менее, знаете, я просто влюбилась в эту парфюмерную композицию и не знаю почему, может быть, потому что близится весна, но понравился, да, вот зацепил меня этот аромат, правда, получается не сразу, то есть он создан в 2020 году, и я долго проходила мимо, потому что это было абсолютно не мое направление. Давайте я подушу воздух, да, подушу себя и немножечко подушу вас, чтобы вы тоже окунулись в эту атмосферу чистоты и свежести, да, как будто вы только-только вы стирали белье, достали ее стиральной машины и развесили сушиться. Вот тогда по комнате действительно, или по комнате, да, помещение, где вы сушите белье, разносится вот такой вот чистый запах, и причем вот этот чистый запах, который хочется ощущать очень долго. Но такой момент, что, например, кондиционер для белья, либо хороший порошок, в который уже включен кондиционер, а на белье не столь ярко и интенсивно остается, то есть мы его чувствуем определенное время, а потом этот запах пропадает. И вот если хочется ощущать такую вот тему стирки, да, и чистоты на себе долго, и можно даже сказать постоянно, то вот на помощь приходят, собственно, такие парфюмы. Это очень чистый, свежий и белый, действительно, по настроению и звучанию аромат. В нем нет ни одной какой-либо там анималистической ноты. Это чистая, кристальная, при этом слегка пронзительная и звонкая свежесть. В своем составе ароматы The Muse Cazorca Parfum содержат какие-то несчастные три ноты, но как они красиво скомпонованы. Ну, получается, что у этого аромата нет такой полноценной ароматной пирамиды и какого-то ступенчатого раскрытия, поэтому он звучит практически одинаково с момента нанесения до угасания. Стойкость у него просто замечательная. По крайней мере, у меня на коже она длится в соответствии с концентрацией Eau de Parfum, которая указана на этикетке, длительностью примерно 6 часов. То есть после нанесения парфюмерной композиции она слышится очень и очень отчетливо. Вот все тот же аромат стирального порошка, кондиционера и чистого белья, как будто бы вы только одели на себя вот это вот высушенное, выглаженное и отпаренное белье. И вот этот вот аромат, вот такой явный и шлейфовый, будет продолжаться часа 3 с кожи. Но вот с волос он будет шлейфить гораздо дольше. Шлейфить с волос, с одежды он будет, ну, точно 6 часов. Сейчас мы говорим с кожи, да, на коже 3 часа. Он держится очень хорошо, распространяет свои ароматные флюиды, ароматные молекулы, которые довольно-таки летучие вокруг, заполняя буквально все пространство замечательным ароматом чистоты. Но после 3 часов аромат усаживается, после носки 3 часов аромат усаживается поближе к коже и уже хорошо различим, если только поднести местонанесение аромата, собственно-то, к носу. В общем, мне очень нравится, что этот парфюм буквально от начала до самого конца звучит практически одинаково, при этом очень чисто и свежо, не меняется, не выдает никаких неприятных сюрпризов, которые, бывает, сопровождают сложно сотененные ароматы. В общем, я очень довольна, вы уже, наверное, заметили, что этот парфюм появился в моей коллекции, пополнил ряды, в основном, вот таких вот гурманских, восточных парфюмерных композиций и разбавил их своей чистотой и свежестью. Хочу еще, знаете, наверное, приобрести бланш от бренда Bayreda, поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях, насколько отличается звучание аромата бланша Bayreda от азарка Parfum de Muse, потому что бланш Bayreda, он Bayreda, да, это аромат, который по определению стоит очень-очень дорого, и его, скорее всего, я буду приобретать, собственно-то, через интернет-ресурсы и, скорее всего, 100% в интернет-магазине рандеву. В общем, вот так у меня заканчивается моя парфюмерная зима. Аромат на вот такой вот чистой ноте. Не знаю, придет ли еще аромат до конца месяца февраля, который я заказала, собственно, в Rivgosh. Это будет очень интересно посмотреть, я думаю, и не только мне, но и вам. Это супер-мега-люксовая новинка, и она должна быть очень и очень жизнерадостная. Уже этот аромат поступил, да, в сортировочный центр, в пикпоинт, и как он только ко мне приедет, я с огромным удовольствием буквально немедля его распакую и вам все покажу, потому что мне самой будет очень любопытно. Рассказывайте мне про свои приобретения парфюмерные последнего времени. Нравится вам либо не нравится концепция вот таких вот чистых стиральных, так скажем, ароматов, ароматов чистого белья. Еще раз напомню, да, расскажите мне, как на вас раскрывается аромат Bayreda Blanche, потому что он по своей ароматной пирамиде-то гораздо более сложно сочиненный. Не выдает ли он каких-либо неприятных сюрпризов. А я уже на этом буду заканчивать это видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok